поэтому очень удобно использовать всем привет дорогие друзья рад видеть вас на моем канале наконец-то настала зима снежок свежий воздух очень хорошо дышится в лесу сегодня я хочу снять видео про костер то есть это будет топ 5 вещей которые нам необходимо чтобы круто и комфортно развести костер а также чтобы на нем приготовить абсолютно любые блюда первое что нам понадобится это установить мангал либо в моем случае костровую чаш выглядит она в сложенном виде вот так это 4 листа довольно крупных пользуюсь я и уже давно наверное порядка уже пяти лет и в принципе с ней практически ничего не произошло поэтому очень классная вещь сейчас мы ее с вами установим и я расскажу про нее чуть подробнее собирается она довольно просто здесь всего три части которые необходимо нам вставить в пазик единственное что за долгое время эксплуатации но этой костровой чаши она немного деформировалась но все равно полноценно можно ей пользоваться то есть в принципе буквально 10 секунд и она готова то есть если мы будем сравнивать ее с каким-то классическим мангалом то его на мой взгляд даже сложнее собрать чем вот эту вот костровую чашу так сейчас мы отправимся с вами соберем немного дров здесь в принципе много валежника всякого поэтому собой я всегда беру вот такую вот сумку с помощью которой во первых удобно переносить дрова и во вторых если даже у нас лишние дрова остаются то в таком случае их можно просто собрать в эту сумку и положить в машину также эта сумка хороша тем что если погода например как сейчас то есть понятно снег но все равно земля еще влажная чтобы дрова не отсырели ее можно снизу постелить и на нее складывать дрова чтобы они оставались максимально сухими и так пойдемте с вами в лес соберем немного дров и начнем готовить так похоже недавно повалила у нас вот эту вот елку ветром скорее всего потому что вырвала все с корнями и как раз мы сейчас напилим немножко веток с нее чтобы добро не пропадала зря я использую топор а также вот такую вот пилу то есть это пила очень удобная и очень круто режет и как раз все собранные нами дрова мы будем складывать вот в эту вот сумку на мой взгляд использование пилы намного удобнее при если нам нужно как раз быстро небольшие дрова заготовить и как в нашем текущем случае они довольно быстро отпиливаются потому что топором все равно на мой взгляд это было бы делать не особо удобно а пилой буквально буквально пару минут и мы можем заготовить нужного размера нам дрова ну что буквально 10 минут в принципе мы заготовили дрова можно конечно такую охапку и в руках нести но здесь какой момент что если мы несем ее в руках то мы можем во первых поколоться во вторых мы можем просто навсего испачкать себе одежду поэтому вот такая вот простая сумка на мой взгляд для переноски дров очень удобно все взяли и пошли опять же видите довольно удобно с этой сумкой носить дрова поскольку даже например за один раз но скорее всего столько дров бы я принести не смог с помощью этой сумки это без проблем но пила дело хорошее если нам нужно как раз заготовить трава одинаковой длины но если у нас есть все же готовые дрова то на мой взгляд самым удобным вариантом будет это рубить их топором а для заготовки щепок я бы использовал в принципе просто походный нож мы берем и просто стучим по нему тем самым мы можем настрогать достаточное количество щепок тоже довольно быстро и при этом нужного размера топором к примеру попасть довольно сложно чтобы нарубить именно маленькие щепки для растопки а ножом на мой взгляд можно прям любой размер который нужен сделать и довольно опять же все быстро главное главное использовать действительно хороший походный нож потому что наверное не каждый нож с такой задачей может справиться есть разное множество способов разведения костра можно использовать какие-то специализированные вещи такие как например зажигалка понятно что это наверное один из самых простых вариантов но как правило при использовании зажигалки во первых нам нужна какая-то все равно растопка виде к примеру даже просто там бумаги какой-нибудь и второй момент что зачастую сильный ветер может довольно сильно сдувать пламя и разжечь будет крайне проблематично ну и плюс не всегда под рукой есть бумага также можно использовать специальные охотничьи спички но честно сказать они вроде бы как не не задуваемые но при этом сколько бы я раз ими не пробовал что-то разжечь пока какого-то результата не было то есть они горят ровно пока у них есть сера также конечно можно использовать огниво в этом случае нам понадобится труд который можно как раз сделать из допустим той же самой березы точнее березовой коры но опять же если мы говорим про такой способ розжига да он эффектный красивый но фактически в какую-то мне кажется сырую погоду здесь нужно действительно обладать суперскими навыками для того чтобы зажечь костер с помощью огниво плюс еще надо уметь пользоваться огнивом так вот есть сразу надо подкинуть того что горит хорошо можно помимо березовой коры после того как загорится использовать смолу сосны тоже хорошо загорается и долго горит но все же самый действенный и эффективный способ это использование газовой горелки буквально две-три минуты и какой бы сырости у вас не были дрова чтобы вы не хотели поджечь оно все точно загорится понятно что наверное в какие-то походы по типу выживания не особо удобно брать газовую горелку и не всегда на хорошо и эффективно работает на морозе но если мы берем просто такую вот быструю вылазку кемпинг какой-нибудь что это мне кажется самый лучший вариант причем видите даже если сильный ветер порывы то все равно именно напора газа хватает для того чтобы пламя не сбивалась ну что буквально как я и говорил 5-10 минут и костер у нас уже хорошо разгорелся при этом на мой взгляд разжигать его горелкой намного быстрее проще понятно что наверное это не самый эстетичный и красивый способ как например использование огнива но для того чтобы быстро добиться желаемого результата мне кажется это крутой вариант ну и соответственно газовая горелка это еще и экономный вариант потому что вот такой вот баллон стоит ну по-разному конечно есть разные производители но от 150 до 200 рублей поэтому это не дорого на мой взгляд а этого баллона вам хватит ну как минимум если пользоваться только вот такой газовой горелкой то на пол сезона если вы даже часто разжигаете костер поэтому это еще и экономно так ну пока у нас готовятся угли давайте мы с вами быстренько подготовим мясо сегодня у нас будет на полдник наверное сейчас полдник стейк рибай я особо никогда не пользуюсь какими-то маринадами я просто немного солю перчу с одной стороны и с другой стороны потом просто на некоторое время фольгу воно чуть-чуть подпросолилась фольгой беда и как будут готовы угли кинем его на костер так пока тут у меня все разгорается поставим чайничек пусть немножко закипит так пока чайничек у нас готовится нашел такой тут классный вариант кофе на самом деле очень удобно растворимый такой но можно быстренько себе завалить кофеек так пока у нас закипает чайник хочу вам рассказать еще про одну крутую вещь это такие вот перчатки они могут быть разные можно даже использовать в принципе перчатки для сварки в чем их преимущество ну во первых когда на улице прохладно ими удобно пользоваться тепло рукам при помощи их мы защищаем свои руки при рубке дров начиная от каких-то микротравм и плюс чтобы не натирать себе мозоли также когда мы вообще работаем с дровами есть риск засадить занозу конечно это не какая-то глобальная беда но тем не менее мало приятного в перчатках мы можем такого риска избежать принципе вот так вот они выглядят то есть довольно плотные удобные здесь кожа а здесь такой как бы крепкий ворс принципе как я говорил они могут быть разными вот у меня есть такие правда они уже видали виды потому что я ими часто пользуюсь но также большим преимуществом является то что мы можем без практически какого-то для себя вреда брать вещи с костра либо даже браться за горящие поленья то есть они максимально не пропускают тепло поэтому опять же с ними можно хорошо работать с костром поэтому эти перчатки я практически всегда использую во первых потому что постоянно когда ты находишься в кемпинге либо на природе ты так или иначе соприкасаешься с какими-то горячими вещами например снять что-то с костра либо поправить костер и также потом собрать разобрать чашу во первых перчатки действительно износостойкие то есть ведь я использую уже в принципе давно и рублю дрова и собираю разбираю костровую чашу и тем самым руки относительно остаются чистыми потому что вся зола оседает опять же на них поэтому всегда когда еду в поход либо какой-то кемпинг я всегда беру перчатки для работы с костром с дровами ну либо даже если в принципе что-то мы делаем где нужно защитить свои руки ну и в холодное время года опять же руки не мерзнут следующий неотъемлемой частью для похода будут являться вот такие вот щипцы на мой взгляд эти щипцы во первых круто выглядят давайте я вам покажу поближе здесь кстати тоже вот такая вот защелка которая их фиксирует для чего же эти щипцы я их использую как вариант щипцов барбекю понятно есть специализированные но чтобы не носить собой и те и те я их использую в том числе и для этого дальше я вам продемонстрирую но основной задачей этих щипцов является переворачивание дров в костре либо использовать их как кочергу давайте посмотрим на конце у них такие зазубрины которые позволяют легко хватать головешки что в принципе довольно удобно и практически не заморачиваясь как мы будем брать то или иное полено оно довольно хорошо сидит у нас на этих щипцах поэтому очень удобно использовать эти щипцы как раз для того чтобы убрать лишнее полено если у нас к примеру угли уже готовы либо наоборот поправить что-то понятно можно делать этой перчатками которые есть у меня но все-таки если постоянно их держать в огне то рано или поздно я думаю не закончится у меня здесь есть елка которая не особо горит и скоро у нас будут готовы угли поэтому давайте мы с вами с помощью щипцов вытащим ненужные нам дрова видите это довольно просто потому что если бы мы использовали к примеру какие-либо палки то нам нужно было бы намного больше времени на это потратить ну и опять же видите как кочергу можно смело использовать поэтому щипцы действительно классные так угли у нас уже практически готовы преимущество также этой костровой чаши заключается в том что мы можем использовать решетку стандартную и использовать как классический гриль ну и как я говорил излишние дрова которые остались пойдут на следующий кемпинг поэтому можно их вот так вот аккуратно сложить в багажнике они не будут разлетаться поэтому очень удобно настало время уже готовить есть уже прям очень голодно углей вроде бы уже достаточно углей хватит видите принципе очень удобно с этими щипцами добавим веточку розмаринчик будет вкусно дорогие друзья уже смеркается скоро уже не получится что-то наверное для вас снять потому что будет темно я был рад поделиться с вами своим мнением по поводу костра что необходимо для комфортного разведения костра и чтобы он не доставлял никаких хлопот то есть чтобы просто на нем готовить греться либо просто любоваться огнем как известно человек может смотреть на три вещи как горит огонь как течет вода и как работает другой человек поэтому я надеюсь что это видео вам понравилось вы для себя подчеркнули что-то новое а мне будет приятно если вы напишите ваше мнение в комментариях и поставить этому видео большой палец вверх до новых встреч удачных походов пока ребят камера у меня плохо уже снимает ночью наверно как и телефон мясо готово блин это что-то божественное еще печеный помидорчик туда же ну 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 ну